Песня Года Я начинала там как популярная певица, потом как композитор. Это отрезок времени для меня очень важный. Одно время я думала, что все, уже Песня Года не будет. Но благодаря вот Арсу и участию Игоря Крутого, второе рождение обрела эта программа. Я очень рада этому. Очень рада. Это самая смотрибельная программа телевизионная. Надо отдать должное, что многие певцы, исполнители стали популярными именно в этой программе. Нужно сказать, что в Песню Года попасть было всегда очень сложно. Если уж ты попал, то это такое счастье было. Я уже спела в 1974 году песню «Посидим по окоям». Очень популярная была песня. А с веселыми ребятами была песня «Вишня». Тоже очень популярная. В 1975 году я спела «Орлики». Меня уже на улице узнавали. Но в Песне Года я не была. Я вышла на Песню Года где-то только в 1977-1978 году. И, может быть, поэтому я чувствую ответственность выступления в такой программе. Потому что как бы проверили временем меня. Одна песня популярная, это еще ничего не говорит. Это можно стать популярным певцом, но не стать звездой. Можно стать примелькавшимся лицом на экране, но не стать звездой. И звезда закаляется, так сказать, именно не только в победах, но и в каких-то проигрышах. И в какой-то борьбе определенной за свое существование. Только так кажется, что ты сидишь и светишь. Нет. Песня Года я в последний раз спою. Это будет мое участие последнее. Насколько продлится этот срок, я даже не хочу загадывать. Я бы хотела просто, чтобы этот срок, так сказать, тайм-аут или как-то, как хотите это называйте, не прошел для меня даром. Уверена, что все зрители, судя по моим последним концертам, все все прекрасно понимают. Даже объяснять ничего не надо. Что остановиться мне надо по личным причинам, по творческим причинам, по всяким причинам. Ну, вот песни, которые я спою в этой программе, будем считать их какими-то завершающими, какой-то этап. Я не хочу их называть последними, это страшно. На фестиваль «Песня 95» вы представляете песню «Бессонница». А что в вашей личной жизни может лишить вас сна? Ну, во-первых, комары. Во-вторых, неудачный концерт. Неудачный концерт, который замечаю только я. Слава богу, не публика. Но когда я чувствую, что я могла бы сделать что-то лучшее больше, то я не сплю ночью. Так сказать, чтобы я от любви умирала, такого у меня не было. Я всегда хорошо спала и ела. Вот предательство друзей может меня заставить, конечно, не спать ночью. Иногда сборище друзей тоже не дает мне спать. Но это очень радует. Иногда мы ночами не спим, а много-много говорим. И вот тогда, может быть, и рождаются какие-то песни, идеи, планы. Вот несколько причин для «Бессонницы». До края земли солнце краем дотронется, И окна малиновым вспыхнут огнем. И выйдет терзать мою душу бессонница Из черной пещеры, где пряталась днем. Душа скорбит и молится У бездны на краю. И ждет, когда бессонница Начнет игру свою. Тоска за мною гонится За прошлое плачу. Уйди, прошу, бессонница Забыть его хочу. И светлые помню я дни и хорошие, Но все заслонит, друг, былая беда. И ночь напролет убегаю от прошлого, И все убежать не могу никуда. Душа скорбит и молится У бездны на краю. И ждет, когда бессонница Начнет игру свою. Тоска за мною гонится, За прошлое плачу. Уйди, прошу, бессонница, Забыть его хочу. Наступит рассвет, И душа успокоится, И будет лазурной сиять небосвод. Но в черной пещере Молчится, бессонница Меня вспоминает и вечера ждет. Душа скорбит и молится У бездны на краю. И ждет, когда бессонница Начнет игру свою. Тоска за мною гонится, За прошлое плачу. Уйди, прошу, бессонница, Забыть его хочу. Тоска за мною гонится, За прошлое плачу. Уйди, прошу, бессонница, Забыть его хочу. Редактор субтитров А.Семкин